О, ты посмотри сейчас на Рогошкина, как он левой рукой махнул. Да, все похоже. Я представляю себе 1984 год, когда вы рассказываете о летающей тарелке в прямом эфире. Ну, к примеру, есть такая информация, была же вообще чудовищная информация в те времена, которая, ну, как бы оставалась за кадром, но вы-то и имели эту информацию. А я гордился тем, что я обладал этой информацией, а другие не знают. Ну, к примеру. Вот той же летающей тарелке, вот о той же летающей тарелке. О том же 1947 год, когда на 51-й американской базе потерпела аварию там летающая тарелка, и американцы оттуда, от 1947 года семимильными шагами пошли в области развития электроники и всего прочего. Это же было, я это знал, я это осознавал, я был носителем этой информации. Так это вы читали? Я не читал, я это знал. Я этого не читал, мы это не давали в эфир. Это в эфир в то время не давали. А торсионные поля, вы, наверное, тоже о них знали? Торсионные поля, это уже предмет. Торсионные поля, это как завуалированная часть какой-то науки. Правильно? Да, да. Торсионные поля. Это вроде бы как я когда-то, когда начинал работать диктором, я говорил о таких вещах, как адренокартикотропный гормон. Гормон понятно, а что такое адренокартикотропный? Я на нём и споткнулся. Ну да, это очень просто, это же гормоны. Ну да, но это гормон. Гортикостероид, наверное. Ну так вот, видишь, это мы сегодня понимаем. Поэтому, да, информации было много. Мы были носителями этой информации. Носителями на вот этом этапе. Но мы, в силу нашего строя, в силу того, как существовало телевидение, что можно было давать, что существовало... Сейчас же не существует, так сказать, так определённого лита, литературного, вот всевозможного, вот тот, кто летует и кто отслеживает это всё. Делай всё, что угодно. Выходят в эфир и начинают петь песни. Я беременна, но временно. Представь себе 1984 год. Кто бы выдал тебе это? Но зато тогда были удивительно интересные песни. Потому что все творцы, как то художники, как то поэты, как то писатели, как то композиторы, вот в этих условиях жёсткого, жёсткой борьбы, жёсткого соревнования выдавали такие шедевры, которые до сих пор звучат в виде песен, в виде многих вещей. Вот чего-то. Нет, а тут ещё вот следующее. Да. Вот телевизор щёлкаешь, включаешь, современный какой-нибудь сериал. И сразу видно, что, ну, господи, колхоз большой дышло, вот эту съёмку произвели. Точно. Быстренько. И почему такие шедевры были старых фильмов? Покажут просто взгляд актёра. Крупные планы. Он же не просто смотрел, над собой любовался, как сейчас. Он же прогонял мысли-форму при этом. Что на самом деле он должен был думать. Ему предлагалось запомнить этот текст, вжиться в этот образ и воспроизвести это достоверно. Он смотрел и мысленно произносил. То есть он работал мысли-формой. То же самое в телевидении наше. Ведь все понимали, когда диктор читает, а какую мысль-форму он закладывает. То есть у кого нормально мозги работают, уже во взгляде, уже чуть-чуть мимика не та, да? Чуть-чуть другая интонация. И люди понимали, что на самом деле, какая реальная информация, а не то, что вот он прочитал. Люди воспринимали, кому надо эту информацию. Вот, кстати, интересный момент опять всплыл. Мы сейчас подбираемся опять к концу света, про который опять все замалчивают почему-то. Да что я замалчиваю? 86-й год. Тогда позвольте спросить вас. Вы нам в течение всего вечера спрашивали. Теперь позвольте вас спросить. Вы верите в это? Я? В конец света. Да, вы. Вы, Сергей Мудров. Ну, мы. Ну, мы. Просто нам нравится. Вы Николай Второй. А потом Новый год. Что? Сразу. Вот, видишь, как ты плавно перешел. Еще один праздник. День рождения новой эпохи. У меня 21-го декабря, у тетки день рождения. Их будет 90-е. Можете поздравить, кстати. Нет, 21-го декабря. А, извините. 21-го декабря. Ты сейчас. Вот, да. 86-й год. Чернобыльской катастрофы, да? Вы читали новости про Чернобыль? Я читал. И в то же время… Я подведу, я объясню, почему я хотел спросить именно у вас. Я не помню уже, вот честное слово. Информации было много. Информации было много. И она пошла не… Не туда. 26-го апреля. Она не 26-го апреля. Конечно, конечно. Она пошла позднее, когда состоялся и парад, и демонстрация. Конечно, мы знали об этом, что что-то там случилось. Деталей не знали, масштабов не знали. Это уже потом пришло. Потом. А сейчас все больше и больше мы узнаем. Кто, чего, как. Вот с точки зрения информации, да? То есть сегодня же мы больше знаем, чем иногда тогда? Ну, естественно, значительно больше, но опять еще не до конца. Куда Плутоний в 170-м деле ушел? Ушел. Да. Почему построили в районе Щелкино в Крыму атомную электростанцию? Атомную. Вот. Назвали город Лениным. Город Ленина. Привезли. Там на сих пор квартирой живут люди со средне-техническим и высшим образованием, которые должны были работать на этой станции. Привезли. Привезли. Привезли уже крышку атомного реактора и в последний момент все это закрыли. Видимо, Чернобыль, но там еще было что-то. А зачем вы тогда строили, если вы потом сказали о том, что это на каком-то земном разломе? Вот там существует какой-то... Зачем? Вы знали заранее. Значит, была другая цель. Естественно. Другая цель. А сейчас там проходит Казантипский фестиваль. Правда, крышку уже распилили, но раньше на ней молодые люди устраивали танцплощадку. Вот. А какая эта информация? Что она к себе несет? Вот на это и отвечает господин Рогожкин. Он и говорит, что существует прошлое, настоящее и нынешнее, которые все можно соединить в одной точке. И если ты достаточно подготовлен, а мы должны быть подготовлены, мы должны к этому идти, чтобы подготовить вот тот самый называемый третий класс и все свое сознание и все свое для того, чтобы обладать этой информацией. А мы пока еще котята. Ну почему есть мудрость, да, руками синие горят? Да потому что руками написано на бумаге, но она и в информационном поле. И всегда найдется тот, который эту информацию просто считает. Детство вспомните. Вот зрители многие могут вспомнить свое детство. Уроки не сделал, там допоздна футбол гонял, стихотворение не выучил. Иванов к доске. Что нам задали? Учебник открыли, он просто оглянул. И все, и пошел. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Откуда он его считал? С информационного поля. Как задачи решали? Какой ответ? Столько-то. Как ты решил? Не знаю. Ответ правильный? Правильный. Все, уже двойку не поставишь. Откуда взял ребенок? Считал с информационного поля. Поэтому бесполезно делать сейфы и хранилища. Всегда найдется тот, который ментально эту всю информацию взломает и считает. Вот, кстати, интернет. Но это хакеры сейчас взламывают. Интересная история, да, смотрите. Пока это еще низший уровень. У нас нет трубопроводов, по которым в каждую квартиру идет какой-нибудь информационный поток. Но информационный поток идет каким-то своим чередом. А вообще, как работает интернет, мне до сих пор непонятно, если честно. А мы только что в начале передачи говорили о нашей встрече. О том, что мы не знаем, что происходит в этот момент вот там, вот в этом компьютере, на котором мы сейчас с вами видны на экране. В прошлой передаче 38 минут было записано, а остальное... 37 и 7. Потом заставка у вас была. Была заставка с объяснениями, с дикими. Вот тоже интересный момент. Помните, как накалялись страсти? Была такая очень интересная работа. Я прям чувствовал, как качал у меня сидел. Ну, я... А сейчас? Сейчас я... Не качаюсь. Может быть, ты взял с собой какие-то грузины? Да, я взял с собой кран. А вот, кстати, к Сергею Мадорову я хотел обратиться по поводу того, что он мне сегодня нарисовал. Серега, это вы его только потому, что и вы, Сергей, да? Вы так запросто. Да, и поэтому все могут потихонечку загадывать между нами желания, хотя они... А вот как раз Виктор Юрьевич загадал желания. Он между вами сидит. Мне надо с этой стороны посадить Сергея. Я сегодня спросил у Сергея, что такое информация и как она, ну, как она проецируется. И он мне нарисовал такой очень красивый квадрат. И нарисовал внизу множество разных штучек под названием, грубо говоря, как вот проекционник, да? То есть под каким углом стоит лампа, свет, под таким, видимо, она как-то формируется, да? То есть многовариантность та самая. Ну, это имелось в виду, что если бы у человека было многомерное восприятие, то человек бы воспринимал все поле событий вкупе в целом. То есть эпидемерные, там, неиномерные пространства. И, соответственно, он бы мог увидеть всю эту информацию и от момента менять как прошлое, так и будущее. Но за счет того, что нам урезали восприятие... А хаоса бы не было? От понедельника до субботы? Да. И вот та модель, которую я описывал, как раз и показывает, что, допустим, если взять четырехмерную модель, то та информация, которая записана вот элементарно даже в четырехмерной модели, она проецируется в каждый локальный момент времени в виде той или иной проекции, которая может дать патологию, события какое-то там, и, в принципе, составляет эта информация, дает проекцию вот этого мира. Это и есть вот этот мир со всеми материальными проявлениями, эта проекция, эта информационная составляющая. А вторгаться можно туда, Сергей? Да, мы это постоянно делаем, и вы это делаете. Преднамеренно. Преднамеренно во зло, скажем во зло. Нет, по мере необходимости и достаточности. Вот. Просто так себе дороже будет. А как вот дороже? У нас очень многие люди рассказывают всякие небылицы про себя, что они каким-то образом могут так настраивать свое сознание, но они немножко по-другому это говорят, но я так перевожу, что они могут как-то путешествовать по каким-то чужим, скажем, судьбам и так далее. Я так понимаю, что это все в качестве интереса. Просто у них нет, может быть, никакой цели, но они просто не понимают, что случайно вышло раз, вышло два, вышло три. Есть какие-то точки, в которых люди могут входить. Вопрос. Насколько это опасно и что за этим стоит потом в итоге? Я слушаю, на днях работал с мужчиной, приходил, там какие-то эзотерические практики были. И как раз вот он рассказывал, как они подключались через какие-то родовые каналы, в чужие души входили, там что-то пытались просматривать. Что при этом происходит? На человека перезаписывается чужеродная информация по чужой родовой линии, он за чужого дядю будет отрабатывать, так скажем. То есть перезапись чужеродной информации, то есть человек будет отрабатывать чужие ошибки. Вот что происходит при этом. Скажем, многие практики для того и организованы. То есть, ну как рыбу, подкормили сначала, а потом с веточками. Так и здесь, ой интересно, ах прошлое, ах другие жизни, там других людей. А на самом деле, для того, чтобы с тех людей сбросить карматику, ну ответственность за совершенные глупости. И этих собрали сюда на практику. Собрали, собрались, ну давайте, хлюп на них, получите. Да, сначала непонятные ощущения, ай, жарко там, ай, холодно там, или еще что-то. Ну это первичка же? Да, а что потом будет? Вот. Это вот как раз вот он рассказывал, что, говорит, там какие-то практики живого, в общем-то какая-то, типа секта, еще что-то. Он говорит, я представляю себе, как в меня входит канал, вот на уровне живота у меня вот этот энергетический шар формируется, я руками лечу. Так, говорит, хорошо получилось, я вылечил женщине, там гнойное воспаление в груди было, после родов, что-то там было. В общем, я, говорит, вылечил буквально там чуть ли не за три дня. А потом я, говорит, так подумал, а за счет чего это происходит? Как я за это заплачу? И потом я посмотрел на всех этих адептов этой живы. Что-то они все больные, говорит, одного здорового нету. Да, всех докторов в Федоровском центре носят очки, если бы, на всякий случай. Я почему спрашиваю? То есть, вот этот вопрос должен был, как бы, ну, закрыть одну тему и открыть другую. То есть, в другой теме есть такое понятие, да, например, трехмерное и четырехмерное пространство. Вот мы говорим, конец света, допустим, что, ну, как бы, определенных знаний конец и начало совершенно других знаний, да? Скажем, вот эта наука пятимерного пространства или четырехмерного для начала, да, она вся другая должна быть? Она же должна базироваться на других элементах, на других каких-то возможностях, на других. Сережа, ты хочешь подвести, что будет 22-го числа, да? Во-первых, будет семинар, который буду проводить я. Так что не расслабляйте. А я нет. Я вижу, как ты от трехмерности перешел к четырех и к пятимерности. И я вижу, что ты хочешь узнать, а что же будет 22-го числа? Не только мы в вашей программе «Время» они так и сделаем. Передавать «Привет» вот так вот людям из Салихарда. Нет, я в программе «Время» не передавал. Хорошо. В «Новостях» я мог поставить вот так вот руку. И то на погоде, и то на погоде. Друзья мои, чаще смотрите погоду. Там и происходит. Потому что на погоду, видимо, все, слава богу, скончился. А плюс-минус там пять градусов, ерунда. Взял чашку, ушел, да? Редактор. А тут пока так. Глаз левый, правый. Так вот, 22-ое число. Я сейчас хорошая мысль такая. Да. Получается, что если мы меняем мерность, вся наука, все знания, все то, что мы привыкли считать, ну, как минимум хотя бы ортодоксальным, да? То есть оно просто прекращает существование и начинают появляться совершенно другие какие-то формы, другие формулы, совершенно другие какие-то научные там направления. там, я не знаю, там была физика, стала какой-нибудь там… Ты хочешь знать с какой это скоростью будет? Нет. Просто мне интересно, ну, то есть все это же существует. Оно и сейчас существует. Это не только до 22-го надо дожить. Оно и существует и сейчас. Значит, оно уже изначально имеет право на существование, имело, имеет и будет иметь. То есть другая наука. Это какая наука? Относительно чего? Не, ну, возьмем Тесла. Вот вспомнили Тесла, да? Да. Это передача энергии на любые расстояния. Вот интернет. Да. Ну, здесь есть носители. Там, вот как раз там уже многомерие. Ага. И почему, например, работы Тесла не пошли? А все очень просто. Потому что Моргану, клану Моргану, принадлежит… Рокфеллером. Нет, именно Моргану, именно конкретно Моргану принадлежит вся добыча меди во всем мире. Вся. Изготовление изоляции, изготовление приборов переменного тока. Клану Моргану, который этим всем владеет, передача совершенно по новой многомерной физике, которая работает с вами, не нужны. Да. Да. Зачем, если можно продавать провода? Естественно. Вспомните эту нашумевшую историю с Фреоном. Это что за нашумевшая такая? Ну, а как же? Нас предупреждали о том, что из холодильников ваш старый Фреон собирается в кучу, потом он где-то, где-то в районе Северного... А это разве не так? Я что-то пропустил. Перестаньте глупостью не заниматься. Потом он где-то в районе Северного полюса выйдет вверх, образует дыру, и это будет черная дыра, куда будет все улетать. Деньги. Вообще это трагедия. Да это же была обычная профанация. Люди на этом, определенный клан на этом заработал, перестроив заводы и выпустив почти подобный газ, заработал 220 миллиардов долларов. Юрий Петрович, камера там. А это я вам говорю. Я понял. Не нужно вспоминать Фреон. Вчера как раз в новостях видел, в Челябинске дорогу строят, через неделю ее рушат. Снова строят, снова рушат. Зачем нам Фреон не отмывать деньги? Можно проще. Или пришло 1 ноября, и вдруг в городе появились везде канавы. Копают. А почему копают? Нет, не знаю. А потому что летом за метр платили одни деньги, а сейчас пришел зимний период. И на расценки другие. Раз в десять побольше. А земля все та же самая. Только полтора сантиметра надо убрать. И то, что даже сейчас не надо полтора сантиметра убирать. Еще мороза нет. Студенческие годы. Готовлюсь к экзаменам. На балконе сижу. Снизу подстанция и военкомат через дорогу. Ага. Заасфальтированная дорога. Приехал с отбойным молотком. А, канава. Приехал отбойный молоток. Стоит тарахтит. Думаю, что он тарахтит. Час-два тарахтит. Приезжает машина с асфальтом. Привозят котов небольшой. Эти рабочие между собой сбудутся. Ругались. 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 Эти все-таки асфальт высыпали. Заасфальтировали. Закатали. Погрузили каток. И уехали. После этого с отбойным молотком. Эту же канаву раздолбали. Потому что забыли протянуть капель военкомат какую-то. И потом несколько лет эта канава так и была. Они спорили, что у тех написано в этой самой. Да. В накладной. Что со вскрытием асфальта. Все. Расценки другие. Вы капель проложите, а мы потом засортируем. Нет. У нас написано со вскрытием. Так какая будет долга? Это не дурожлёбство. Понимаете? Это целенаправленно, хорошо вмонтированное в мозги тем же нашим ортодоксам. Ньютон. Во-первых, масон из масонов. С соизволения Ньютона Пётр I получил разрешение на строительство Петербурга. Почему? Потому что масон. И тот, и другой. Иерархию нужно было собрать. Иерархия. И через того же Ньютона яблоко ему по голове стукнуло. Тарелка ему на голову съела. И внедрило в мозги вот эту трёхмерную физику. Где время в формулах практически отсутствует. Кроме ускорения и скорости. Может вспомнить Ломоносова. И может собственных Платонов и быстрых разумов Ньютонов Российская Земля рождать. Ага. Через... Пётр Лето I. Вот именно. Через Эйнштейна. Теория большого взрыва. Глупость несусвиднейшая. Вот ничего-ничего. Сингулярность. Сингулярность. Неопределённость. Где она была? Нигде. Нигде. То есть вообще ничего не было. И была вот эта сингулярность. И потом бабах ни с того ни с чего. И за наносекунды, там фридмановские секунды, 18 секунды, каждая секунда минус в тридцать девятой степени. Планка. Секунда-планка. И вот за эти 18 планковских секунд бабах. Галактики, звёзды. Да. Всё образовалось. Сегодня я узнал, что слово «вселенная» от Виктора Юрьевича, что «вселенная» оказывается не от слова «селена», а от слова «вселиться». Вот нас и вселили в эту искусственно созданную вселенную. То есть, поэтому лучше говорить «мироздание». «Мироздание» подразумевает всю многомерность. Мы видим звёзды, планеты. Для нас это объёмное вроде бы. А на самом деле это тень. Из четырёхмерного пространства тень. Ну, вот пружину возьмём автомобильную. Все видели, да? Что она представляет? Спираль. А мы возьмём кусочек отрежем. На среде мы увидим что? Круг. А можем обработать и получить из этого шар. То есть, проекция спирали на более низшую метрику. Даёт шар. Сошлифовали – получили круг. Ещё сошлифовали – получили точку. То есть, это проекции. И мы видим звёзды, галактики. Это проекция многомерного, грандиознейшего. Это всего-навсего проекция в наш трёхмерный мир. Вы помните старая фреска была, картина? «Небосвод, и мужик пальцем проткнул небо». И выглядывает туда, что там за этим находится. Вот для нас это мультипликация. Или буратина, которая ткнул глазом в этот камин, в эту печку. И вот, кстати, вот здесь очень интересным становится тот факт, что Солнечная система устроена нелогичным образом. То есть, большие тела, большие планеты должны быть ближе к Солнцу, а малые на большем удалении. А там всё наоборот. А там всё на удалении. То есть, это искусственно созданные получаются. Причём орбиты и массы планет квантуются. То есть, они подчинены некой схеме, очень чётко просчитанной. И при этом Сатурн, Сатан, Сатана, самая жёсткая планета в астрологии, в этом же смысле. Сатурн вообще как бы не отсюда. Залетел нечаянно? Ну, а как Луна? Откуда пролетела? Ну, да, ну, Луна, она вообще… Ну, про Луну уже всё уже. Да, она это полупредмет и там… Полупредмет… К примеру, все обсерватории… Которые не имеют вот такого вот вращения вокруг своей оси. Да. Вот, это просто классика информация. 26 октября 56-го года. Все наши обсерватории зафиксировали, съёмки эти есть. Как производилась докоррекция орбиты Оуны. То есть, включались двигатели. Пш-пш-пш-пш, раз и всё. Ну, это ведь просто не может быть. Какого 26-го? Октября 56-го года. Ну, они позже проводились. Но это вот просто так все тогда зафиксировали. К этому просто невозможно, чтобы Луна всё время одной стороной была повернута к нам. Ну, просто невозможно. Чисто с точки зрения вообще вращения всего. Да. Ну, да. Тем более, что она не квадрат и не треугольник и ничего что. Она круглая. Точно так же и Сатурн искусственная. Да, если разобраться, вся Солнечная система. Да, мы на самом краю галактики. Маленькая заврядная звёздочка класса G6. Это вот такая просто вот серенькая заврядная звёздочка. На самом краю спирального рукава. Искусственно созданный полигон. Уже ни для кого не секрет. Да, что и наша цивилизация неестественного происхождения. Ну, тем более по Дарвину. Та же теория Дарвина. Для чего была создана? Для того, чтобы оправдать существование золотого миллиарда масонов. Штаты, Европа и Канада. Золотой миллиард, который живёт за счёт всех остальных. То есть, естественно здесь отбор якобы идёт. Вся эта Азия и все остальные. Мы теперь уже в том числе. Это естественный отбор. А они вот. Да. Веркушка мира. И они живут за счёт всего мира. То есть, подана масонская пирамида. Для этого нужна была теория Дарвина. Оправдать наличие масонства. Всего-навсего. А через масонство пришельцы нам и воткнули вот эту трёхмерную науку. То есть, мы не понимаем, что такое химия. 40% таблицы Менделеева. Ну, не Менделеева, а именно реальных элементов. Мы не знаем. Мы знаем только таблицу Менделеева. По логике вещей даже. Если мы запускаем спутники, какая система координат используется в баллистике? Сферическая. А у нас какая? Трёхмерная. Кубик, клеточка. Вот каждому по клеточке, далее и сидите. Для чего нужны государства? Клетки в зоопарке. Вы, ребята, тут сидите и вот сюда, в эту клетку не бегайте. Мы тут свои эксперименты проводим, а над вами вот эти экспериментируют. Вот тут и сидите. Нас еще смотрят. Нас еще смотрят, но тебе стало грустно. Мне все веселей, веселей. Я все хочу как-то прирезаться к концу света. Чего ты привязываешь к концу света? Давай встретимся 21 часа. 22-го. Нет, 21-го. Плавно перейдем 22-го. 21-го можно встретиться, но не разойтись. 22-го можно на семинаре встретиться. Да, да, да. Тем более, что, знаешь, источники самые разные. В 10 часов по московскому времени. В 12 часов по московскому времени. Всякая глупость идет. Да, и вот здесь возникает вопрос, кому это вообще нужно? Для чего это делается? Нет, с точки зрения астрономии это вообще допустимая вообще вот эта вот вся система или это просто ерунда? Ну, конец света ты ничего не допустим? Нет. Ну, то, что парад планет, когда выстраивается, тем более здесь, на центр галактики, еще и затмение. Ну, то есть, понятно, что гравитационные силы в нашу бедную Землю будут трудничать. Но мы и так свои деятельности довели до этого землетрясения. Чуть ли не каждый день по всему миру. Да. Цунами. Землетрясения. Цунами, когда смыло там сколько? Это нам сказали там сотни тысяч. Там миллионы смыло. Они без паспортов все жили. Местное население. Сколько их там смыло? Вот для них уже конец света прошел. А кто-то в самолетик сел. Вот сегодня наш приятель был, по радио передали. Да это у нас в Новокузнецке сел самолет. Из Москвы отсюда вылетел. И у них передняя столько шасси отвалилось. А они не заметили. И в Новокузнецк садились уже на шасси и на нос. Ну, хорошо там снег, мороз. Нормально сел самолет. Не заметили. А если бы не было бы снега или льда? Как бы сел? На асфальт? На бетон? Как бы и летал. Да. Вот вопрос. Если взять человека, разобрать все органы его, ну грубо так теоретически, да, и разложить по полочку. Вот так вот утрируем. Все работает. Все, ну, естественно, в какой-то форме там оно взаимодействует друг с другом. Что к чему относится? Вот, а я хочу всегда поработать нашим зрителям, у которых не всегда есть возможность общаться в такой прекрасной компании. просто хочется для них, потому что они спрашивали. То есть человек, если взять его и разложить на, ну, не на атомы, а на группы каких-то элементов, да, там, кишечник, там, сердце. Это не элемент, это часть тела. Юрий Петрович, согласен, это раньше была часть тела. Теперь элемент. До 84-го года. Сейчас уже элемент. И вот, грубо говоря, смогли бы вот с точки зрения науки объяснить, какая часть человеческого организма за что отвечает? Нет, ну вот как бы, есть же разные там нарушения, да, вот, понятно, кармически хотя бы, вот так скажем. Ну, во-первых, вот мы уже упоминали, да, телевизор надо собрать. Так вот, наши внутренние органы, это как… Это тоже проекции. Блоки, да. Это проекции. И причем физиология – это вторичная функция этих органов. Вот как? Это вторичная. Вот печень. Это еще в 17 веке англичане ставили эксперимент, замеряли давление у лошади. Вверх ногами, надрезали на ноги вену и вставили трубку стеклянную. И смотрели, как меняется давление. Они обратили внимание, что в 40-45 секунд появляется еще какой-то импульс. То есть, кроме сердечного, еще какой-то. И потом только со временем пришли к выводу о том, что печень, она работает как второе сердце. Тем более, в аварийной ситуации. То есть, если человек… Стрессовые ситуации. Нет. Ну, клиника, например, остановка сердца. Ортодоксальная медицина, которую этот самый Гиппократ вывел из общего храма науки, как говорится, в свое время. Отделил медицину вообще. Все, клиника. А человек жив. Потому что печень раз в 40-45 секунд всасывает кровь из брюшной полости, сжимается и прогоняет ее через мозг. То есть, человек жив. Почему раньше, например, до 30% людей хоронили заживо? Когда изгумация кладович проводилась, то есть, по измеренным позам трупов было видно, что они умирали уже там, в могиле. То есть, их хоронили заживо. Но, кроме того, печень – это вообще уникальнейший орган. Вот на обиженных воду возят, я говорю, да? Камни в желчном – это количество обидчиков. Ну, как в печенках сидят, говорят. Ты у меня в печенках сидишь, обидчик. А для чего нужно человека обидеть? Не для того, чтобы он вот просто дергался, а для того, чтобы блокировать ему возможность через печень, через астральный план печени выходить в прошлое. Сел человек сегодня вечерком. Слушай, как хорошо, что я вот поступил в этот институт, а не в тот. Знаешь, это профессия, тем никому не нужна. И кем бы я был? Бомжом на улице. Как хорошо, что я тогда забрал документы и пошел туда. А что на самом деле происходит? Через печень, через астральный план он уходит в то, прошлое, берет себя за шкирки, забери документы, иди вон туда сдай. Как хорошо, что я из-за этого замуж не вышла. И шалкаш стал и там вообще бомжует теперь. И она себя там в то время из подвинца буквально, как говорится, выдрала и бегом в другую сторону. В другую сторону, да. Это печень. То есть, почему нельзя обижаться на никого? Когда мы обижаемся, мы себя лишаем возможности изменять свое же поле событий. В прошлом. Да. Причем это изменение происходит не просто для... Вот, все, я изменил и я забыл об этом. Вы будете потом спрашивать окружение, а оно будет говорить, да ты чего, совсем такого и не было. Ну как же, была ситуация, например, когда я там вот опоздал на самолет, который разбился. Да не было, не летал вообще. Потому что вы и сегодня, какой я молодец, что вот с таксистом поругался, он меня выкинул из машины, и я не успел в аэропорт. А самолет разбился. Да не было этого. Все, ты сегодня изменил прошлое для всего. Просто поле событий стало другим. Это печень. Кишечник. Ну вот стоит блок схемы, да, он радиатор. Попробуем горячий. Ну, кишечник переваривает. Да, кишечник отвечает, во-первых, за нашу кожу. Это все вот кожные заболевания. Да, не так поел, смотришь, высыпано что-то. Да, 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 да. Ну правильно. Хотели сказать, не то поел. Нет, не то поел, да, прошу прощения, да, не то поел. Кроме того, это может быть хранилищем астрального плана умерших, о ком сильно сожалели. То же самое. Сердце. Есть фильм «Конструктор красного цвета». Он у вас здесь даже есть. Там показана операция на сердце. Ну, вернее, там что-то делают операцию. Сердце вытащили из человека. На подвесике повесили. И на него капает физраствор. И вот пока проводят операцию, а сердце бьется. Оно ни к чему не подключено. То есть что? Ритм задается, соответственно, не мозгом, а извне информационным полем. И сердце бьется, работает. Тут лишь бы растворчик капал, чтобы оно… Не проводите эти эксперименты в домашних условиях. Естественно. То есть совершенно другой механизм. Инфаркты на сердце – это всего-навсего неправильное взаимоотношение с противоположным полом. Вот, да, чуть не поженились, уже заявления в ЗАГС подали, а потом бах-трах разошлись. А что получилось? Подали не только надежды друг другу, но и тому, кто идет сюда в рождение. Дети выбирают родителей. Сущность выбрала, посмотрела, слушай, нормально. ДНК у него хорошее, у папаши тоже нормально. Метакод местности подходит. Время рождения меня устраивает. Пошел и в рождение. Хотя бах и разбежал. Хрюп! До асфальта называется. А вот за это ишемические болезни, инфаркты и все остальное. То есть не пускаешь? Нечего подавать просто так надежды. Да. Думай раньше. Попросил прощения. Пациенты потом приходят, говорят, у врачей челюсти выпали. Говорят, ну у вас же три рубца было, ни одного рубца нет. Все, потому что человек отпустил ситуацию, произошла регенерация ткани. Ну и так дальше в нужен всего. Та же половая сфера. Функция размножения это вторичная. А первичная функция это стабильность эмоциональная, независимость от всевозможных программ подключения. Там зомбирование армейское, школьное зомбирование, психотронные генераторы, там магические, колдовские программы, религиозные программы. То есть центр вот твоей независимости от этого. А вторичная функция только половая. То есть мы больше, больше мы работаем на информации. Кроме того, сон во сне, наш мозг работает значительно интенсивнее и больше, чем днем. То есть даже эффективнее? Днем мы собираем информацию. А всю ночь раскладываем ее по полочкам, систематизируем это в прошлое отправили, это в будущее, это мне там пригодится. А потом эффект дежавю. Вы за угол поворачиваете в незнакомом городе и уже знаете, там булочная будет. А мне сны такие снятся. Ну правильно. Я нахожусь в испанском городе и я знаю, несколько лет подряд они мне снились. Я спускаюсь по какой-то каменистой дороге и знаю, что за углом будет стоять девчонка и мальчишка и будет стоять какой-то ослик. Я их никогда не вижу, я их никогда не вижу, но я знаю, что они там. Поворачиваются, они стоят. Откуда это? Вот. Я вам рассказал, что вы себе информацию и сегодня туда в будущее отправили уже. Вот там будет мальчишка с осликом. Они и девчонки. Как я так водил. Ну это очень важно, да. Мне во сне, когда я помню, я был ребенком, мне такой очень яркий, живой сон был, что я сижу, веду машину и я еще во сне удивлялся, как же я так вот четко веду машину и знаю полностью. Причем все у меня на автоматизме. И когда потом я уже вырос, пошел там к инструктору, сел в машину и когда я поехал, причем сходу, без всякой подготовки, мне не надо было ничего объяснять. Он говорит, слушай, а что ты пришел, ты же умеешь водить. Я говорю, не подсмотрел у кого-то. Я говорю, второй раз сел. Один раз у папы в пять лет на коленях сидел. Ну да, теперь здесь. И теперь вот сейчас вот. Так это вот к тому, вернемся к тому же. После Ку. Нет, к концу света. Ты же нас пытал по поводу 21 декабря 2012 года. Конец света, да, он происходит. Это не перманентный вот сейчас. Детана, шел, бай, и все взлетело. Он идет этот процесс. То есть вот это все идиотское, основанное на деньгах, оно исчезает. Оно отомрет полностью, автоматически. Можно совершенно по-другому все себе представить. Представьте, на нашей планете есть все. И для того, чтобы все прекрасно, нормально, безбедно жили. И людей считать не трудовыми ресурсами, а личностями. В отдельно взятой местности? А? В отдельно взятой местности? Да какая разница, ты везде будешь личность. Ведь сейчас производство позволяет минимизировать весь этот идиотизм. Ну, хотя бы возьмите эту ситуацию с телефонными блоками зарядки. Ну да. А что в этом блоке самое главное? Трансформатор. Точно. Производит клан Морганов. Да, 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 да. Точно. Китайский. Порубь. Да. Продолжение следует...